В качестве примера рассмотрим деталь из курса инженерной графики. Построение детали происходит синхронно в среде программы. Создаем ESKD детали. На вкладке «Сервис» выбираем «Синхронная модель». Второй способ назначения синхронной среды — это кнопка «Приложение». «Настройки», «Параметры», «Помощь» и пункт «Запускать документы детали» и «Листовой детали» в этой среде. Название среды проектирования видим в верхней части экрана. Внедрим эскиз в среду детали. Начинаем проектирование. Выбираем плоскость построения эскиза. Строим эскиз при помощи операции «Прямоугольник» по двум точкам. Проставляем размеры. Команды «Умный размер». Выбираем команду «Круговое выдавливание». Выбираем грань эскиза и подтверждаем операцию правой кнопкой мышки. Выбираем ось вращения и на 360 градусов. Следующая операция. При помощи команды «Прямоугольник» по двум точкам строим эскиз. В нужной нам плоскости привязываем его относительно системы координат. Проставляем размеры. Выбираем команду «Выдавливание». Выбираем команду «Выдавливание». Выбираем грань, подтверждаем направление и размер выдавливания. Строим следующую операцию. Выбираем окружность по центру. Выравниваем относительно центра координат. Добавляем отрезки. Используем команду «Проецировать эскиз». Данная операция позволяет проецировать детали элементов в новый эскиз, если они располагаются в той же плоскости. При помощи касания привязываем детали эскиза друг к другу. Командой «Отсечь» убираем лишние элементы эскиза. Выбираем размеры. Выбираем размеры. Выбираем команду «Выдавливание», выбираем грань, подтверждаем направление и размер выдавливания. Следующая операция — построение квадратного выреза. Будем строить при помощи команды «Прямоугольник по центру». Приравниваем грани прямоугольника друг к другу при помощи команды «Равенство». Расставляем размеры. Выбираем команду «Выдавливание», выбираем эскиз. Подтверждаем направление выдавливания и размер. Следующая операция — построение отверстия. Выбираем команду «Отверстие». В параметрах отверстия выбираем нужные. Размеры. Выбираем грань построения эскиза. И строим. Следующее построение — вырезан. Используем команды «Окружность по центру» и «Проецировать эскиз». Добавляем отрезки. Выравниваем их между собой и делаем параллельными. Привязываем элементы эскиза между собой при помощи команды «Касание». Отсекаем лишние элементы и проставляем размеры. Выбираем команду «Выдавливание». Выбираем команду «Выдавливание». Выбираем грань эскиза. Подтверждаем. Выбираем направление, указываем размер. Строим центральные отверстия при помощи команды «Выдавливание». Выбираем окружность по центру, строим ее на нужной плоскости. Выравниваем относительно центра координат. Проставляем размеры. Выбираем команду «Выдавливание», «Грань эскиза» и «Симметричное выдавливание» в обе стороны. Следующая операция создания пада на грани детали. Для начала строим отрезок на необходимой грани. Образмериваем его. Выбираем команду «Паз». В параметрах назначаем необходимую нам ширину паза и скругления. Выбираем направление. Выреза. Подтверждаем правой кнопкой мыши. Вторую. Второй паз сделаем при помощи команды «Симметрия». Выбираем один паз. Выделяем его. Убираем команду «Симметрия» и отзеркаливаем относительно центральной плоскости. Выполняем скос при помощи команды «Стенка». Для начала строим отрезок. Привязываем его относительно плоскостей. Проставляем размеры. Выбираем команду «Стенка». Выбираем наш эскиз, подтверждаем правой кнопкой мышки. Выбираем ширину и направление выдавливания. Наша деталь готова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова